Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Христос воскрес! Номер 157. События дня. Беру эпиграф на сегодняшний день. 3 Маковейская 1.8. Поздравить его, поднести дары и изъявить радость остучившимся. 17 мая 2016 года. Дальше объясняю краткая маршрутка, как нам проехать. Я буду быстренько продвигать. Это только для тех, кому разрешено на крещение быть. Закрепляйте себе, быстро просчитайте. Я составляю ролик один. Ехал дорогой и все снимал с правой стороны. Большое счастье. Звоните лучше мне по этому телефону, по стационару. А этот мобильный, он вредный. Ну, вот эти адреса запишите, в разные карманы положите экземпляра 3. И вот по скайпу. Сначала напишите, не звоните, а в какое время договорились. Это с 4 до 17 московского времени можно писать. Говорит, их не крестят. Ну, вот. Дальше. Владимир Галендухин. Христос воскресе. Игнатий Тихонович, хочу поздравить вас и общину в Потеряевке. С юбилеем. Долгая и благая лета. С Божьей помощью у меня набираются ученики, изъявившие желание поехать к вам в лагерь. С детьми довольно просто. Пару раз посмотрели, живые видеоролики, послушали мои впечатления и готовы ехать. А вот с родителями, работаю, разъясняю, показываю и прочее. В итоге соглашаются. Если Бог благословит, я приеду на поезде с учениками в конце июня. Или в начале июля. Игнатий Тихонович, скажите, железнодорожные билеты на обратный путь нам заказывать у себя в городе? Или это можно сделать у вас в Барнауле? И еще, что необходимо взять каждому ребенку с собой? Спаси Христос. У нас на сайте выставлено, на сайт заходите. Я здесь могу даже скинуть. Путевка, что с собой необходимо брать? А теперь непонятно, вы что едете через Барнаул? Если едете от Москвы, то ехать через Кулунду. На Барнаул не надо. Тут у меня сказано как раз, до Корчино только брать, до Корчино. Дальше не знаю. Так, в Барнауле? Зачем? Вы же едете с другой стороны. Билеты брать до станции Корчино, как я понял. А вот на обратный путь брать там у вас или здесь на станции Корчино? Не могу так сразу ответить. Нужно отца Акима спросить. Его телефон вы знаете? Он тут же у него. Спросите. Вот два телефона. Сколько детей будет и сколько взрослых? Александр Андрюсенко пишет. Спаси Христос, рад порадоваться вместе с вами. Владимир Пащенко. Христос воскрес. Игнатий Тихонович, Канау мы с братьями прокопали и вода пошла. Слава Богу. Завтра посмотрим, как Канау была. Потом сообщу, какие результаты. Это пруд еще один решили сделать. И там вода стоит. Ее как-то убрать воду надо. Александр Марьясов. Игнатий Тихонович, благодарю. Фото замечательное. А больше всего радует честность и приверженность в вере и отношение к общине Потеряевска-Барнаульска, митрополита Алтайского-Барнаульского Сергия Иванникова. Несмотря ни на какие выпады фигляров и их опусы. Аллилуйя. Ну, действительно так. Фигляры. Кривляются, что-то они знают. Батюшка безблагодатный. То есть, такую гонят, галиматью, слушать нечего. А сами ничего не знают. Человек, рожденный свыше, такие славобойки, говорит. Архиерей рядом, видит хорошее отношение. Вот это им не подходит. Дьявол это не любит, когда люди мирно живут. Вот он начинает теперь трепать, как все, вот, Славгородский. Епископа дали. Год только еще, как в епископах, прямо помирает от того, что у нас мирно все. Юрий Соболев. Благодарю, Игнатья Тихонович, за ответ на вопрос. Именно такое и желал услышать. Ибо на занятиях и сказал, что вопрос сомнительный. Но хотел подтвердить ответ из Святой Библии. Ваши указания на места, это то, что и нужно было. Ожидаем видео со дня деревни. Спаси Христос. Ну, видео будет, уже идет. Но там много, и помаленьку буду выставлять. Замечательные фото. Светлые, по-настоящему праздничные. Благодарю, Игнатья Тихоновича. Эта встреча и благословение владыки Сергия. Лучший ответ всем клеветникам и сектоведам. Домниш мне прислал посмотреть. Вот такое, если можно, пару комментариев на этот ресурс. А там два ресурса прислал. Дело в том, что в ранних, самых первых его роликах, нет ни одной цитаты из Библии. И с ведущим этого канала я списался и спросил, откуда он черпает информацию. Но что был дан ответ? От Святого Духа. Ну а так как вы один из самых опытных борцов с сервисю, хотелось бы услышать ваше экспертное мнение. Спаси Христос. Ну не экспертное, а Анатолий Шарий говорит. Я не знаю. Кабы он вышел на меня, а так ни разу не встречались. Ну определенно, он называет себя православным. Какая-то щетина, я назвал таких диванных христиан, полуправославных. И видно, что великодержавники его крепко засыпили. Все о царе, о царе. О царе, меня не спрашивайте. У Осипова послушайте. Алексей Ильич об этом говорит. Это не просто вера, а безумная подстава. Он искупитель, царь, и все проще такое. Я отвечаю. Долго и времени нет. Если можете, то заходите по скайпу и задавайте вопросы, готово ответить. Неплохо было бы, если бы связались с автором, с этим Шарьем Анатолием. И тогда бы было более полное рассмотрение его выступлений. Но нету. Ирина Ачелян, США. Мир вам, Игнат Тихонович. Слава Богу за все и на всю волю Божьей. Фотографии замечательные. Это как Сергия к нам приезжал, митрополит. Поздравляю всех вас и всех вашей деревни с праздником. Днем деревни. Тут сделан огромный. Храни, Господи, и сокрой в Иисусе Христе всех верующих людей и неверующих. Тоже. От зла и греха, от клеветников и нечистой силы. Это те, которые на меня нападают. Вот что они получают в ответ. Дай Бог силы и средства для дальнейшего просветания деревни. И храни, Господи, вас и ваших близких. С уважением. Ирина Ачелян. Тут переписываемся мы еще с одной женщиной. Я отвечаю о словах Владимира. Не нашел Татьяну. Скинь-ка мне свой телефон. Я Давыдкина Евгения его дам. И вы созвонитесь и вместе поедете на крещение. Не нашли никак женщину, которая сильно помогла мне, когда я был в лагере в Жанатасе. Зинкевич, вроде, помилия ее. Юрий Соболев. Мир вам, Игнат Иханович. Мне такой вопрос в нескольких подвопросах. Вчера был задан на занятиях. Она ведет курсы в епархии. А в свободное время, видимо, или как-то основное время, отдает университету и академии мирским. Стараюсь пересказать его близко к оригиналу. Пророки Илья и Инох явятся перед воцарением Антихриста или во время его власти. Откуда известно, что именно эти пророки, а не, например, святой Серафим Саровский, ведь известно его пророчество о себе. Если пророк Илья явится для проповеди евреям, то Инох кому? Язычникам? Иудеям или христианам? Хотя в Откровении 11.9 идет речь о многих народах. Помогите, Игнатий Тихонович, разобраться и ответить на эти вопросы во свете Библии. Спаси Христос. Дальше я читать не буду, а просто что я ему написал. Посмотрите, Захария, какие места. Вот Иоанн Богослов, просто читайте, тормозните и считайте. Это большой ответ я даю. Одна страница. А Серафиме это выдумка невеж в Писании. Матфея 22.29. Нигде он не воскреснет и канавку не перейдет. Антихрист. Глупости, что будет земля, когда написано, которая не покорится Антихристу и в России будет. Это блажь. Говорил он Серафиме, говорил. А если говорил, то сказал совершенно неотдуманно. Тормозите и все прочитаете. Видите, какой большой ответ. Сколько мест Писания, как подробно все ответ дается. Ответ очень пространный. Прочитайте, очень важно. 11 глава толкования на откровение апокалипсис. Тормозните текст и все уже прочитаете. Да. Юрий Соболев отвечает на это. Даже не знаю, что и сказать на такой ответ, Игнатий Тихонович. Я даже как-то растерялся. Явлюсь и руками развожу. Это просто супер энциклопедический библейский ответ. Да еще такой найти. Где еще? Аллилуйя. Сердечно благодарю вас и крепко обнимаю. Храни вас Господь. Я отвечаю. Это не мое. Это из третьего тома нашего красного трехтомника. Что-то тут у меня получилось. Нашего тут зацепятся. Обвинять начнут. Это ошибка. Я не вижу даже буквы-то где. Нашего смаленько. Это труд отца Геннадия Фаста. Юрий Соболев. Вам поклон за ответ. Мне отцу Геннадию за комментарий к откровению. Увы, мне не пришло в голову сразу поискать в третьем томе. Владимир Галендохин. Благодарю за фото, как всегда, светлое и радостное. По количеству детей пока от трех до пяти человек. Но количество может измениться. Из взрослых буду я один. Спаси Христос. Я потом отвечу ему. Роман Кучма. Священник. Это еще один убедительный ответ всем вашим злопыхателям, которые обвиняют вас в неканоничности. Только уразумеют ли они? Уверен, что нисколько. Доказать на практике просто невозможно. Проверил сам. Привожу доказательства. Они уворачиваются. Привожу факты. Они оправдают беззаконие. Говорят, что надо молиться и не смотреть на других. Такое впечатление, что в стопроцентном прелести пребывают. И видя не видят, и слыша не слышат. Я отвечаю на это ему. Матфея. Вот считайте, что я написал. Четыре места. Сергей Воронин. Смотрю Игнатия на ютубе. Другой Сергей. Смотрел богослужения с митрополитом Сергием в храме в Потеряевке. Оказывается, Евангелие считается по-русски. Я тоже считаю апостолы Евангелия в Пекине на русском. А то он в посольстве слушает там. Московский патриархат. Я влюбился в Игнатия. Вот тут одна отвечает. Ка, передать ему? Он отвечает. Ага. Да. И я пишу. Передай ему низкий мой поклон от всей нашей братьи. Мы помним и молимся о нем. Сергей. Взаимно. Так. Передай ему сразу же в Китай наши позывные. Вот эти. Дальше считайте наши позывные. Считайте. Затормозите. Берите. Вот наши позывные. Тормозите, а потом считайте. Видите, какое позывное большое. Видите, какой ответ. Александр Рагин. Спасибо, Господи, Игнатих Ильич. Во свете Библии. У нас с женой четвертая беременность. Интересно. У жены. У нас с женой. Вот как. Врачи рекомендуют перевязку труп. Следующая беременность может оказаться смертельной для жены. Со слов врачей. Сейчас на разуме дали. Я отвечаю. Не верь им. Пусть рожает. И воздержись. Спасе и молите. Все будет во славу Божию. Я жил в Пензе. Это 64 год. 1964. Жил на квартире у Карпа. У Баптисты. Его звать Александр. Она Марфа. У них четвертым ребенком была беременная. Врачи говорят. Только вот эту штуку делать. И аборт сделать. И приехал Баптист у них. С бородой. Такой приятной нарушенности. Ее осмотрел и сказал. Только аборт делать. Это смертельно опасно. Она пришла плащет. Игнашенька. Что делать? Я говорю. Марфа. Давай молиться с тобой каждый день. Не делай это. Это убийство. И она родила. И нормальный парень-то был. Так у них. Не знаю. 11-13 детей было. Вот и все. Не верь никаким врачам. Что один раз в день питаться будет так вредно. Что ты будешь будто бы толстеть. Час от часу не лучше. Это другому уже отвечаю. А как же опыт святых. Когда они через неделю вкушали. Всего-то один разочек. А то через день. И то понемногу. Мусульмане на Востоке. Едят только дважды в день. А тут. Как дитя малое. Кормить пять раз в день. Это же туалет ходящий и вонючий будет. А не храм божий. Ну вот такой ответ мой. Ну сейчас будут некоторые недовольные. Что сказал так. Ну я на это не гляжу. Вот это наша страница в моем мире. Вот здесь можете сообщать. Вот тут эти листики вверху. Вот я показываю где. Вот его только надавите. И сразу переходите где надо писать. Вот она пишет. Вот они здесь пишутся. Слышь как. Вот тут и отвечать. Дальше. Это у нас форум. Александр Мартьюков. Дорогой наш проповедник Игнатий Лапкин. Нужен ваш совет о молитве. При этом. А нужно ли молиться или оставить все как есть. Одна моя знакомая сестра во Христе. Которую я привел к храму. Вот беда так. К храму, не ко Христу. Имеет мальчика 15 лет от незарегистрированного краткого брака. Это все называется на букву Б. Решила вновь попытать судьбу. Семь лет будет в августе. Как она еженедельно посещает храм. Регулярно исповедуется и причащается. Оставила светскую работу. Перешла уборчатой в храм. И вот на великом посту в храме она познакомилась с приезжим мужчиной. Малоцерковным. Не знает ни символ веры. 50-й псалом. Он решил причаститься без исповеди. И 25 лет храмы открыты. А он до 40 лет не знал об этом. Татьяна дерзновенно решила научить его, как правильно исповедаться и причащаться. Если женщина берется, там ничего путного не будет. Не надо этого. Отойди от него. Мужчина строитель, разведенный. 40-летний. Ну и дальше. Прочитайте, что дальше. Считать нет. Тут уже понятно ответ какой давать. Вот. Прочитайте. И он мне пишет. Как вы думаете, может плюнуть на все? Пусть живет как хочет. Ну плевать будете мне, скажите. А одновременно можем плюнуть. А если молиться надумаете, вместе будем молиться. Раб Божий Александр, ответьте, пожалуйста, прошу на мой вопрос. Мира в душе нет. А наши местные священники весьма молодые. Сердце к ним не лежит. Простите меня грешного и помолитесь о ней. Господи, помоги ей избавь, чтобы она с ним не встречалась или близко не подходила. И он так же. Ничего не будет путного. Главный огонь-то уже до 30 лет прогорел. А все. Зачем вам это все надо? Не вмешивайся. Сказал и отойди. Молиться будем. Помоги Господи. Далее. Мирослав Анатольевич. Христос воскресе. Воистину воскресе. Игнатий Тихонович, благодарю вас за видео про священство. После которого избавился от беспоповских заблуждений. Видите, какая работа идет. Человек не имел священства, теперь пришел в церковь. А куда? Московский патриархат. И у меня к вам вопрос. Как правильно отдавать десятину? Отнести ее в храм или раздать нищим? И кому и как лучше давать милостыню? Заранее благодарю. Ну а десятине она принадлежит священству. Вторая десятина может давать на нищих. И третья. Это Тавит. Книга Тавит 1.8. Это на храм. Это на храм. На что там? На устроение и прочее. Благолепие. Книги, крестики. Павел Мизюк. Меня мучает бес на спине, как будто камень висит. Что делать? Началось в 2008 году. Тянет спину, я дергаюсь назад. Меня мучает бес. Тетя занимается колдовством. Вся родня знает. Может, это она мне сделала порчу. Хожу в храм, молюсь Пантелеймону-целителю. Православный. Вот по всем статьям. И что у него есть болезнь какая, и как он ходит. И на тетю думает. Супер православный. Не думай об этом, Павел. Найди беду в себе. У меня один такой был знакомый. Селуха крестил в храме. Ну, я познакомился. Анатолий пригласил домой. Стал говорить, а как у тебя случилось? А когда был во время блуда, во время акта совокупления, я почувствовал, как он вошел в меня, вздрогнул. И теперь все время трясет его. Подумай, где он? Как правило, этот дух блуда входит. Другого я не знаю. Просто другого никогда. Или привязан к одеждам. Там одна учительница была в шкаф, залезла переодеться. И он там нашел ее. А одна полезла в погреб. Что она там прятала? Ее там нашел. Я печь и делал. Почему так много знаю про таких людей? Пантелимон. Скорый помощник. Ну, молись Христу главное. Елена Цветкова. Что тут такое? Здравствуйте, Игорь Тихонович. Мужа нет, а дети Марии 12 лет, Сергею 10 лет или Совета 9 лет. То есть одна без мужа. Дети приемные. Оформлена опека. Живем дружно. Детки замечательные. Слава Богу, не болеем, купаемся в проруби, в крещении. Дети заняты целый день в музыкальной школе, спортсекциях. Сейчас я на разбилке дорог. Жить, как жили или усыновить. Ехать ближе к земле. Как усыновить? Когда, говорит, приемная, оформлена опека. Установить это не опека, значит. Можно к вам в поселение, если благословите. Нет, нельзя. Без мужчины ничего не получится. Для усыновления надо оформить много бумаг. Если приехать к вам, мы можем дом купить или даже своими силами построить. На продажу домов нет ни одного. Нет ни одного. Что было, уже все продано. И своими силами не построить. Это должно быть хотя бы минимум 2-3 мужика в семье крепких. Так что, Елена Светкова, вы вполне нам подходите. Ребятишки у вас есть и такого возраста. Но пока никак нет. Невозможно. Ну и дальше наш православный видеоканал. Посмотрите, какой он богатый. Сколько вот сегодня. Это вот замок. Это у меня выставляет, помогает. Это все под замком. Вот оно как. Какие будут еще? Я просто прокручу и показать. Это вот я в ближайшие дни выставлю. Видите, сколько много. Это я был 2 дня. Потеряю какие-то. И вот все это за это время. Сколько разных роликов будет еще стоять. Ну, можно даже просчитать. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Ну, вот 35 роликов. 35. Вот сколько много готовых роликов. Все интересны. Потеряевский концерт, обед. И там они ярмарку устроили. Вот что как было. Ну и как всегда показать на наш сайт. Богатейший сайт. Я считаю, что такого сайта больше нету в мире. В мировой практике. Чтобы столько ответов было дано. И при том, во свете Библии, по святым отцам, по канонам, 50 книг Аудана насчитано. Ну, и все измеряется только в тысячах. И фотографии. Вот это особенно ценное. Вот эти вот вопросы разбиты на 55 папок. 55 тем. Ну, вот все. Поэтому вы заходите на форум. Мне перекидываете единичные какие-то. А остальные даже я знать не знаю. Иногда речь идет о нескольких сот писем. Я их не получаю. Я не бываю ни ВКонтакте, ни в Одноклассниках, ни в Фейсбуке. Хотя везде странички есть. Есть. Вот живой журнал есть. Богу слава вовеки.